всем привет сегодня 15 ноября 2019 года мы с вами находимся снова на музее голодомора на строительстве второй очереди мемориала здесь произошли за месяц который я не снимал большие такие изменения интересные поэтому мы не дожидаясь еще месяца приехали сюда буквально вот я только выложил прошлого месяца репортаж и приехал сразу снимать следующий так что не забывайте подписываться наш телеграм-канал подписываться нашу страницу facebook вступать в нашу группу facebook и мы смотрим с вами что у нас интересного на строительстве мемориала голодомору мы видим стройплощадка кишит просто кишит большой муравейник люди везде людей много и я уточнил сколько здесь людей точно мне не смогли назвать потому что сюда не только рабочие здесь не суд подрядчики есть и и tr но порядка 100 человек может быть даже сказали чуть чуть больше и все здесь шевелится крутится и мне сказали что будет работа продолжаться всю зиму и зимой даже будут в январе уже возводить стены начинать самого здания что сразу нам бросается в глаза это появился еще один подъемный кран я говорил что их планируется четыре еще два будут внизу они должны покрывать своими стрелами всю площадку это кран липхер немножко другой модели он чуть чуть выше его собрали для того чтобы стрелы крана номер один вот он и крана номер два не пересекались мы видим что уже начали раскрывать туннель для будущего фуникулера напоминаю что это такой лифт фуникулер который будет подземный снаружи у него не будет никаких признаков будет травках кустики все остальное вот это вот площадка куда будет прибывать он а начинаться он будет внутри здания и мы видим как уже перебралась наверх буровая установка там уже дороги нету на сегодняшний день по которой мы с вами поднимались но мы все равно туда поднимемся чуть позже сейчас мы ждем начальника участка для экскурсии вот и пока я вам показываю чтобы не терять время что здесь происходит видим наверху опять экскаватор активно копает это очевидно площадку для буровой делать буровую мы тоже видим что еще мне сказали мы увидим шахтный ствол он не менялся но должны на следующей неделе уже там начать откачку воды уже делали пробную несколько запусков этой системы переливов все вроде бы нормально и на следующей неделе она пойдет также наверху там если помните в первом нашем выпуске я вам показывал там такой и извилистый ход подземные который идет в здание это из него будет выходить технические различные коммуникации это кабеля трубы и прочее вот его начали бетонировать здесь буквально рядом с будущей площадкой лифта организован еще один арматурный участок и здесь ставят сейчас подпорные стенки для того чтобы при строительстве лифта ну и при его эксплуатации ничего не завалилась не обвалилась не поползло мы видим эти шпунты которые уже приготовлены для того чтобы делать какое-то подобие стены в грунте деревянной и прокапывают туда наверх ход видим что все здесь делается под бдительным присмотром геодезической службы вот ребята они постоянно снают туда-сюда со своими приборчиками и я видел там обслуживают у них там напоминаю роботизированный тахеометр установлен который мониторит 50 точек по вот этой округе и еще один такой же роботизированный тахеометр установлен вот там вот на верхней площадке возле мемориала первой очереди в общем мониторится порядка 100 точек видим постоянно что-то привозят чего-то увозят работает еще один арматурный участок мы уже с вами видели с самого начала когда мы начали все это дело обозревать и внизу еще один арматурный участок снова под нами тут обнаруживаем геодезистов геодезистов тут просто какое-то уже огромное количество такое видим часть притащена сюда уже бетонных колец вот там они дальше лежат завершается работа по баретам еще порядка 20 штук осталось всего напоминаю их что-то около 140 зашевелился какую-то активность проявляет кран что-то он так будет очевидно разгружать загружать вот мы видим куда примерился кран это огромное количество заготовок гнутых арматурных которые сейчас будет куда-то перемещаться видимо к месту их применения быстро таких переносит чем мы видим очень много бетонных работ уже ведется вот здесь напоминаю под нами как раз где мы стоим были опорные балки залиты прошлый раз сейчас мы видим уже такая не надо как сказать либо плита либо ростверк либо стяжка это уже для самого здания основа здания будет такое каскадом вниз спускаться видим сейчас идет заливка баре это очередной работает миксер и видим еще одну и еще одну подпорную плиту залили на левой части площадки видим что-то экскаватор там усиленно делает это даже детеныш экскаватора там у нас работает маленький gcb и здесь мы видим тоже что-то раскопано очевидно будет похожее заливаться здесь большой липкер экскаватор тут разгребает под собой как видим здесь есть собственная силовая электроподстанция которой кабеля такие мощные протянуты по всей площадке и так мы дождались нашего проводника экскурсовода и начальника участка во всех лицах одного и он нам показывает для начала то что мы хотели увидеть уже давно это так называемый царский коллектор данном случае он выглядит так непрезентабельно это такой вот огромный огромный что-то наподобие шахтного ствола или колодца понятное дело что головок у него уже явно не царский но где-то там глубоко счет какой-то огромный коллектор который еще с царских времен построены это ливневый коллектор куда собираются со всех дренажек с склонов вот эти вот стоки и потом они куда-то где-то далеко-далеко уходят в днепр это все было построено до переворота 1917 года и чем мы сюда спустились собственно потому что здесь идет переврезка вот мы видим траншея выкопанная свежая это переврезка будет в этот колодец сделано дренажек которые были перерезаны строительством вот там наверху это мы сейчас в таком глубоком овраге находимся вот там над нами это собственно стройплощадка и дренажки будут вестись уже новым коллектором и впадать в этот царский вот я сейчас спустился в траншею и немножко вам попытаюсь диаметр вы видите этого чудо сооружения где-то наверно метров восемь и куда-то в этом глубину я даже боюсь туда заглядывать может быть когда-нибудь мы посмотрим что там но не в этот раз все мы выбрались из этих недр и возвращаемся на стройплощадку скоро скоро здесь сделают дорогу техническую поставят технику и будет прокапывать новую такую штоленку для того чтобы со всех штолен существующих на склоне в момент прихода туда стройки и плюс еще и свою ливневку отправить это место сейчас я вас ориентирую где мы находимся вы видите вот эти две подпорные стены вот там вот заливали в прошлом ролике стену и вот здесь делается техническая дорога и под стеной вот это вот отверстие оттуда как раз и будет выходить вот этот коллектор местного значения который будет подсоединяться потом к царскому мы видим сколько вообще выходит отсюда воды грунтовые специально такие отверстия оставлены не замурованы для того чтобы что-то выходило ну скоро вот уже на той неделе обещают это все сделать и сейчас в пользу случая я показываю вот как выглядит эта подпорная стена снизу вот где-то отсюда примерно пойдет мост над нами и вот туда вот на площадку возле спуска Днепровского и так мы уже с вами поднялись на промежуточный ярус мы видим вот этот экскаватор который я вам сверху показывал уже и можем сделать небольшой обзорчик такой площадки видите сколько здесь сейчас грязи мы туда пойдем для того чтобы попасть в нашу любимую штольню кстати обращаю внимание на то что какая-то концепция там поменялась по ходу дела потому что не разобрали вот этот выход должны были напоминаю его разбирать для того чтобы заходила туда миксер я вам уже показывал что заливает очередную барету и вот этот участок арматурный который только начинали при нашем прошлом обзоре собирать сейчас на нем мы видим во всю идет подготовка каркасов для барет и так же вот эти кольца мне объяснили это еще не те кольца которые будут затягиваться в штольню а это кольца которые вот там где мы только что с вами были и видели где будет идти ливневая канализация это будет промежуточные колодцы из них собираться заставляет кран сюда еще одну пачку тюбингов и мы сейчас поднимаемся смотрим на вот эти вот ростверки которые здесь рядышком с нами куда-то переползает экскаватор точнее это даже не экскаватор у меня почему-то все время гусеничную технику хочется назвать экскаваторами но это такой краник веселый самоходный мы видим вон как большая гусеница ползет для какой цели мне пока не понятно тут ребята проходчики принимают свои тюбинги итак мы сейчас находимся на уже плите здания фактически плита пола будущего я вам уже говорил что здесь под нами находится балка толстенная которая упирается одной своей стороной вот в эту подпорную стену там мы видим уже навязана опалубка для того чтобы бетонировать сплошную стену которая будет защищать сваи и в общем то не показывать это нутро это уже будет стена здания смотрим вот эти вот каркасы будут это выпуски под каркасы уже стеновых конструкций и здесь мы видим такие отверстия технологические для того чтобы заливать туда бетон вот здесь мы видим уже стоит опалубка это такая же точно конструкция будет как и там то есть здесь под нами сейчас вывязана сетка сваи где-то немножко вот сюда глубже и вот здесь будет сплошным монолитом заливаться этот бетон и здесь таким будет каскадами каскадами спускаться то есть здесь вот эта земля на которой вот сейчас мы стоим она перед нами она будет выбрана до уровня следующей балки которая вот там покоится на сваях также будет заливаться балки на них будет заливаться такой же точно пол и получаться вот такая вот ступенчатая многоуровневая конструкция сейчас мы пойдем еще на противоположную так все ли мы здесь увидели я думаю что достаточно мы здесь увидели так что еще обратили мое внимание вот эти вот такие бетонные конструкции я спросил что это мне говорят так это же те самые бареты которые вот внизу и которые по всей здесь поверхности сделаны то есть мы видим вот она под нами такая же барета с выпусками арматуры пока они загнуты потому что здесь выбирается грунт и на вот эти бареты будет опираться вот как мы сейчас стоим на этой балке и насколько я понимаю оно будет вестись вот туда целый этот ярус напротив там ниже будет следующий ярус и так далее до самого нижнего уровня и вот еще я вам показываю отверстие между сваями кстати вы обратите внимание мы уже видели эти сваи они в неизвлекаемой трубе залиты для того чтобы держаться под ними идет дренажная штольня и сбоку идет дренажная штольня вот там вот между ними как бы такая вот одна и вторая вы видите там где деревянные переборочки вот эти штольни это вот такие здесь их много очень я точно не помню сколько но что-то около 15 или 20 и что ли но здесь по всему по всему выходит раньше этот склон он был для того чтобы не сползал из ними изрезаны сейчас они все переводятся в новые коллектора и уводятся туда куда я вам показывал спустились на уровень ниже находимся сейчас на балке опорной которая стоит на ряду свай все мы это сделали для того чтобы перебраться на противоположный каскад и оттуда еще показать там более закончено это все там уже мы видим несколько уровней сделано буквально на ходу мне тут ребята уточнили здесь есть 17 колодцев дренажных на вот этой территории и 4 больших штольни горизонтальных вот мы видим опять эту барету сбоку вот мы сейчас проходим уже по опорной балке смотрим еще бареты сейчас как раз обивают их и головки для того чтобы уже приступить к бетонированию и вот здесь мы видим уже такой маленький участочек это там где делается засыпка между этими баретами для заливки опорных балок детеныш экскаватора там что-то аж крепит так призывно мы видим как детеныш экскаватора перемещается к нам на встречу но мы его обходим очень интересно было только что я не успел включить камеру как он забирался на горку так и вот мы подошли посмотреть как здесь делается вот вся эта засыпка то здесь делаются каркасы заливаются монолитные балки которые опираются на бареты потом сделается между ними засыпка щебнем делается специальный дренаж там такая из бруса дальше ложится опалубка все это переплетается каркасами и заливается вот такая вот монолитная плита на которой уже будет покоиться само здание и мы видим вот там уже собирают арматурный каркас для того чтобы заливать вертикальные стены вдоль вот этих свай сейчас мы видим два человека попеременно кувалдой бьют по специальному клиношку и снизу вылазит пробка из грунта это прочищаются вот эти технологические отверстия которые я вам показывал еще на соседней плите для того чтобы потом когда выставится опалубка через них заполнять бетон мы видим что они где-то через примерно метр наделаны и вот это все будет залито бетоном изнутри вот отсюда очень хорошо видно эту каскадную структуру то есть вот пойдет один каскад сверху один каскад снизу и уже непосредственно уровень вот здесь тоже земля вся она выберется здесь ничего не будет и уже на уровне технологического подъезда будет сюда мы видим уже чуть ближе работу на арматурном участке нижнем на новом и склад колец сейчас мы видим как выкапывается грунт между сваями именно для того чтобы дать возможность потом бетону туда залиться свободно и сделать необходимой толщины стенку получается что вот эта глина она будет в качестве опалубки задней выступать передняя будет поставлена и наконец вот это мы видим это каркасы арматурные собственно для опорных балок вот они вот так вот вертикально устанавливаются вы видите здесь ну я не знаю может быть метр двадцать высота этого каркаса то есть это будет такая вот балка толстая горизонтальная ну что ж я думаю что здесь мы внизу уже все посмотрели и поднимаемся наверх посмотреть как там дела у нас обстоят вот здесь мы видим подготовку в такой большой широкой траншее я сначала было подумал что это какая-то технологическое помещение будет для обслуживания лифта но все оказалось банально это уже знакомая нам хорошо подготовка под ростверк и здесь будет невысокая такая подпорная стеночка которая будет удерживать по идее вот этот склон который сейчас над нами от сползания хотя по факту тут уже сползать особо нечему и лифт пойдет у нас каким образом вот там где вы видите грунт начинается там будет у него конечная остановка вот то что сейчас забетонировано это будет это тоже подготовка будет еще плита это будет площадка где будут люди выходить а сам лифт он пойдет вот от той точки и туда где сейчас ведутся работы по установке сваю так немножко наискосок потом там как-то будут люди выходить из музея сразу попадать в лифт для того чтобы переехать на ярус ниже мы сейчас поднимаемся по лестнице и заглядываем что тут уже сделано это мы смотрим на вот эту вот площадочку где будет выходить лифт сверху видим шпунты это уже новые шпунты их еще отрегулируют между ними будет ставить деревянные переборочки сейчас они в таком виде потому что между ними еще давит земля сейчас мы видим здесь была аллейка с установленными плитами сейчас тут насыпали пандус для того чтобы могли курсировать вверх-вниз экскаваторы вот сейчас получается эта аллейка под находится засыпкой и мы продолжаем наш подъем в буровой для того чтобы посмотреть где будет верхняя площадка лифта итак мы с вами находимся уже рядом с музеем в первой очередью и видим остатки дороги по которой мы всегда поднимались здесь вот там вот уровень это была брусчаточка которая плавно спускалась за ней было ну и сейчас до сих пор есть шахтный ствол мы к нему еще подойдем но теперь мы видим как здесь все разобрано вот здесь будет выход сделан из музея и тут будет площадка сейчас мы видим как вот эту одну трубу поставила буровая и будет еще одну отверстию это будет как раз сваи уже для крепления верхней площадки а вот этот вот ряд отверстий который идет параллельно пути лифта сюда будут загоняться шпунты из двутавра и вот мы сейчас стоим и смотрим примерно по трассе будущего лифта вот так вот где я стою и как я показываю он будет опускаться все это будет под землей засыпано засажена травкой красиво вот уровень дороги который был раньше здесь я так понимаю что наверное наверное дорогу восстановят после того как под ней проложат лифт она будет сверху идти по лифту и 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 Субтитры подогнал «Симон»